Сижу, чай пью, а вода-то шевелится я ногами всё равно. И смотрю, а там какие-то бекарасики плавают, такие, ну, не крупные, мелкие. И у них лап много-много столько. Хозяйка затопленного дома, Любовь Грецких, говорит терпение и сила. Уже на исходе в оцаревших комнатах невыносимый запах. А в затхлой воде уже появилась какая-то живность. Насекомые разных размеров прячутся от света и глаз, заплывают под мебель и половицы. Окна и двери приходится постоянно держать открытыми. Женщина боится, что в квартиру принесёт крыс и мышей. Пять суток стоит вода. Поэтому запах в доме очень такой вообще отвратительный. Потому что вода портится, земля же всё это и портится всё. Особенно вечером видно очень хорошо. Мало что бекарасы, а мошка вечером просто одолевает. И она мало того, что летает, она кусает нас. Кусает очень сильно и болячки потом долго не проходят. Воды в доме стало меньше на 5 сантиметров. Зато теперь заметны последствия потопа. Полы вздулись кое-где и вовсе разошлись. Вечером, говорят, люди слышно, как трещат стены. В комнатах уже поселились грибок и плесень. Стены в доме облюбовала и чёрная плесень. Она с неимоверной скоростью распространяется по стенам. Плесень и на одежде. Вот неделю не топили в доме и результат. Антисанитарии теперь и во дворах. Соседка Любовь Грибанова говорит, уличный туалет до краёв полон воды. На дверях поселились слезняки. Жить в таких условиях просто невыносимо. Но если взрослые хоть как-то терпят, то вот ребёнка на время решили отвезти к родне. Все экскременты с туалета, все выплыли наружу. Уже пошёл запах невыносимый недалеко от туалета. Так что предпринимайте, пожалуйста, меры. Потому что вся зараза пошла в дом. У меня уже вылезла экзема. На откачку в затопленном районе сейчас брошены все силы. Техника работает и в домах, куда пошли грунтовые воды. И на переполненном болоте. Специалисты говорят, за сутки уровень в нём понизился на 10 сантиметров. Теперь ещё одна задача – не допустить эпидемии. Поставку необходимой вакцины медики ждут уже в пятницу. Проводится активно разъяснительная работа среди населения по профилактике инфекционных заболеваний. И завершён этап по подготовке к коммунизации населения, попавшего в зону подтопления против гепатита А и дизентерии зоны. После того, как городские службы закончат с откачкой, специалисты приступят к дезинфекции колодцев. Они уже отобрали пробы воды. Результаты анализов станут известны через неделю. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Ненесей. Новости.